Сложный, странный вечер, первый вечер, день рождения Люси, когда, например, со мной, нет, с вами, с друзьями, близкими, коллегами. Тем не менее, светлое настроение во мне сегодня присутствует, как присутствовала вчера, когда мы открывали выставку. И, собственно, вчера и был, день рождения Люси. Мне кажется, что, увидев сегодняшних гостей, кто смог прийти, потому что многие по разным причинам очень-очень близкие люди смотрели, но тем не менее, кто-то здесь. Она была бы довольна вот той компанией друзей, товарищей, которые сегодня здесь собрались. Собственно, так они собирались и всегда, каждый был. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Спасибо большое. Я передам с вашего позволения микрофон режиссеру, одному из любимых Люсиных режиссеров, который сделал с ним очень много работ, Андрею Житин, который согласился. Ну так, везде сегодняшний вечер. Я надеюсь, что многие из вас, у каждого из вас есть какая-то биография, связанная с Люсей, какая-то жизнь прожита вместе, в работе, в жизни, не знаю. Но я думаю, что мы не слышим слова о Люси, а от его друзей сегодня. Передаю микрофон. Спасибо огромное. Везде это громко сказано, потому что, я думаю, что самое главное случилось вчера, в день рождения. А вот когда на трех этажах, на разных совершенно уровнях, вот мы не знаем, может быть, как бы объем, а вот, как ни странно, поэт был прав, когда сказал, что можно большое видеться на расстоянии. И вот в этом доме Нащекина, где разговаривал Пушкин с Нащекином, даже не столько, и выпивал, да, замечательно, кстати. Вот такой там был сейшин, когда шумно, много народу, и это замечательно, когда все перемешалось, это было очень красиво, и действительно объем потрясает. Потому что, может быть, вот сейчас уже работает что-то такое, что остается потом. И мне очень понравилось, что организатор, что вечером, и когда я говорил, этого, как бы, она владельцами галереи, действительно, ну, такая очень скромная фраза, как бы, выставка, посвященная великой актрисе, без звания, без всего. И, вы знаете, это как-то очень, как-то хорошо, и всем было понятно. Великая актриса, без звания, без звания, без всего. Они все вчера попытались, когда видны костюмы, реквизит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я помню даже этот писарь, который был у Люси в руках, и она вышивала, и когда она работала над костюмом, она, конечно, думала о роли, что тут бывает. Это понимает любой режиссер. Вот это все там показано. Они, конечно, не разгадают тайны, но это было ощущение вот какого-то хорошего, вот такого праздника, когда зрители пришли сами. Кто-то с цветами, кто-то позже, кто-то выпивал, кто-то нет, это совершенно не важно, потому что миф работает, и это даже не миф. Потому что для всех, как бы, для нового маркера своя, я думаю, что сейчас об этом все и будут говорить. Женщина-актриса этого делал немногие. И в этом смысле, я думаю, она понимала жизнь и понимала много, больше ничего, мы рядом с ней находящиеся. Поэтому, знаете, то, что она была и есть с нами, это очень важно. Важно для всех нас, для тех, кто ее любит. Но я предложил бы поднять бокал за Сергея. Знаете, он удивительный человек. Удивительный, умеющий любить, умеющий защищать любимую женщину от невзгод и продливший ей годы творчества. Не просто жизни, а годы творчества. Я хочу, чтобы все мы выгнали за вас и сделали это с чувством огромной благодарности. Спасибо. Михаил Иванович, человек, который сделал все возможное и невозможное, чтобы состоялась очень важная работа, практически последняя большая работа в кино, у Люси, в фильме «Острые суверки», где она выступила в роли автро-музыки, сепаратуры. Конечно, все это благодаря, вот как Вульф был настойчив в записи книги «Мое простое детство», так же Михаил Иванович был настойчив в том, чтобы Люся сделала последнюю историю. Людмила Марковна Харьковчанка, она родилась, выросла в родном городе и всегда этим родилась. Где бы она ни была, как бы ни складывалась ее судьба, все равно она возвращалась в родной город. Конечно, детство, юность, проведенные в Харькове, они в мире очень прекрасно написаны в ее первой книге. И, конечно, Харьков, ее родители, друзья и харьковчане очень ее любят. Было время, когда пробежала, как говорится, черная кошка, но, слава Богу, 15 лет назад мы вернули ее городу, и она, с радостью, тоже вернулась в родной Харьков. Хотя она приезжала, естественно, неофициально и до этого, и мы встречались. Но вот последние, считайте, 15 лет она очень часто была в родном городе. Она жила в Харьковом, она любила город, она каждый раз приезжая, проходила все свои родные, все лучшие, значимые места в ее жизни. Три года оккупации, 41-й, 43-й, тяжеленные годы войны, в холоде, в голоде. Она жила с мамой на четвертом этаже, этот дом сохранился, и мы каждый раз, когда она приезжала, поднимались по лестнице на четвертый этаж, заходили в эту квартиру, в которой тогда, в военные годы, жило 6 семей. И не было ничего деревянного, вообще не оставалось то, что горело, все было зажжено прямо посреди самой большой комнаты, чтобы как-то получить тепло. И вся жизнь в те годы складывалась с того, что нужно с мамой пойти и что-то принести, накормить, согреть, воды и так далее. Конечно, все это потом, как она рассказывает ей в книге, и как она много раз рассказывала мне, когда мы шли по Харькову, по ее школе, в театре, где она в пятом ряду присаживалась за креслами и подсматривала, как готовились к выступлениям Наталья Ушли, Олесь Сердюк, многие украинские артисты, которые в то время, Харьков был столицей Украины, жили и работали в Харькове. Для нее город всегда оставался любимым и дорогим. 30 октября, вот чуть больше, как прошел год, она приехала в Харьков совершенно неожиданно, буквально Сергей Михайлович позвонил в пятницу и говорит, завтра будет Люся. Мы встретились на вокзале и 6 часов не останавливаясь. Откуда брались силы, все, но она прошла весь Харьков, она прошла все подъезды, все подворотни, возле школы, дворы, в школу зашла, обошла, взошли мы в ее класс. Она, учительница, которая в то время, это была суббота, выходной день, значит, оказалась в школе, показывала парту, где она сидела, где она писала, где она читала, где она выступала. Она была на высоких каблуках, а в Харькове знаменитая брусчатка на Сумской, на площади Свободы, самой большой площади в Европе, она жесткая. И она вот на этих туфлях, она, я говорю, ну слушай, Людмила Марковна, ну мы же там взяли специально туфли, которые можно переодеть. Она говорит, ты не понимаешь, я не хожу, я летаю, для меня этот воздух, родного города, это все. И мы опять же прошли по тому ее любимому маршруту. Сквер поэзии, улица Чернышевского, мимо театра, Пушкина, русской драмы, сквер, зеркальной струи Победы, сад Шевченко, в котором, она говорила, здесь у меня были первые свидания, вышли на площадь. И все это было вот на одном дыхании, в одном порыве. И уже, я говорю, ну все, давайте пообедаем, а потом уже посмотрим. Она, нет, мы еще должны посмотреть, мы еще. И вот она не останавливалась. Два оператора, которые приехали тогда с ней из Москвы, и режиссеры, они просто выбились из сил, потому что они за ней шли, мы шли сзади, чтобы нас не было видно, она шла впереди, разговаривала, пела. Как раз Харьков был свободный в тот день, потому что суббота, перед выборами, никого на улице практически не было. Вот в воскресенье тогда были выборы местные советы. А она, конечно, была в своем родном городе. Ну, я говорю, у меня есть сюрприз, раз устат. Поехали на метро прокататься. Она, откуда ты знаешь, что я не был ни разу на метро Харьков? Ну, я говорю, я чувствую, потому что ты ни разу не вспомнила о метро никогда. И мы спустились с ней на станции 23 августа, проехали несколько станций. Ну, здесь я могу сказать, она, конечно, была просто в восторге. Ну, Харьковское метро, оно, как и московское, как и все наши метрополитены, оно почти похожее, красивые станции, дворцы и так далее. Но люди. Все равно, несмотря на ту же нашу шляпу, старалась пониже, чтобы ее не узнали, ее все равно узнавали. К ней подходили, ее просили. Я их успокаивал, говорю, все, Людмила Марковна, мы спешим и так далее. Потому что каждая такая встреча, она затягивалась. И когда мы уже приехали в гостиницу, то было три часа дня. Час обеда. Я говорю, ну, вы немножко отдохните, я вас отправлю. А она собиралась еще в Киев, была программа в Киеве, значит, нужно было записывать и так далее. Вот вся в работе, вся в порыве. Я очень горжусь тем, что все эти годы, жизнь так распорядилась, что мы были вместе. И Сергей Михайлович рядом всегда был. И когда в прошлом году они решили отдохнуть на Харьковщине, у нас есть Харьковская Швейцария, которая не уступает настоящей Швейцарии, природе, река, лес, прекрасное место. Сергей Михайлович ловил там рыбу, поймал даже щупу, два килограмма, потом всем один день. Она, когда я уже провожал с Харькова, они ехали машиной, Сергей был за рулем. Мы так-то провожались, что расставались в Белгороде. Через границу проехали. Россия, Украина нас пропустили, никто паспорта не спрашивал. И только в Белгороде уже мэр Белгорода узнал, естественно, что... Да, я все заканчиваю. Я хочу передать трубку, но микрофон уже... Ну и трубку тоже передаваясь. Только единственное, пока передаются микрофоны, я хочу сказать, ребятки, обратите внимание, все-таки это знаковый момент. При Михайлович Левиев города Харькова, Дмитрия Марковна стала почетным гражданином города Харькова. Я думаю, что за это надо выбить, потому что почетный гражданин города Харькова, Родина, после многих самых странных лет... С 99-го года одна из первых была единогласно признана почетным гражданином города Харькова. Когда я вручал ей диплом и высокую награду, зал поднялся. Она немножко так присела как бы на колено. Зал поднялся, никто никого и аплодировал минут пять. Это, конечно, было признание, это были слезы, это была любовь. Харьковчане очень любят Людмилу Марковну и сегодня, и вчера в городе проходят встречи, концерты, вечера, посвященные Людмиле Марковне и Юдмиле Марковне. Вы знаете, дорогие друзья, вот тут вот то, что уже истинно. Людмила Марковна, я сам слышал, говорит, что мало живосов, но он, перед которым как бы преклонялась, это Алла Борисовна Пугачёва. Пожалуйста. Не знаю, насколько она предполагалась перед Аллой. Правда, она говорит. Я хочу сказать, что вы знаете эту старую колонку, тяжелая неказиста жизни советского артиста. И вот действительно смотришь на некоторых артистов, поскольку рабочих, я понимаю, что такой бриллиант, необыкновенный, может быть, бриллиант, гордомер, он будет такого гордомера, чтобы измерить караты, ее таланты, ее фееричности. Этот бриллиант постоянно, всю жизнь обрабатывал себя сам. Сам себя огранял. Все, что мог делать, все сам. Жила себе сама, делала все сама. Даже самые знаменитые режиссеры могут подтвердить, что самое, что они могли сделать для нее, это только сдерживать ее фонтанирующую энергию. То есть сдерживать. Люся спокойней. Люся, ты это перебачиваешь. Люся, это потрясающая женщина. Трудно говорить, что ее надо вспоминать. Она не может, человек ее забыть. Если даже попытается, то те фильмы, в которых она снималась, и вообще пока ее помнят, она бессмертна. Это сколько еще поколений, наверное, нет, чтобы эти фильмы не показывали, чтобы они не вспоминали. Я еще благодарна ей, как мать, потому что, ну, Кристина с ней снималась, и потом рассказывал мне, что какие удивительные советы, умела отдать. И какой любовью она относилась со своим партнером, чтобы было комфортнее с ней работать, чтобы... Так почему не унижая достоинства? Все это так... Ну, как еще много она могла сделать? Наверняка у нее могло появиться желание преподавать, учить. Ну, чем еще заниматься? Потому что не может эта женщина сидеть просто без дела. Наверняка жалову, что я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу. Я хочу просто посидеть. Я не знаю, сердце уже... Абсолютно. Да, то есть, дома дают мне, это не нам. Мне уже ничего не надо. Все, я тоже так говорю. Все понятно. Но, когда мы говорим о том, что Людмила Курченко, киноактриса, это мало. Можно преклоняться перед ней, как перед актрисой. Я же подниму этот бокал за удивительный дар быть прекрасной женщиной. Чего бы это ей не стоило? Это уникальный просто субъект, уникальный персонаж, уникальная личность, которая, я не знаю, в нашей стране вот так себя держать, как людская актриса. Даже не сегодняшний день, а те дни. Вот тут, конечно, равных ей нет, не было. И, боюсь, что не будет. Очень жаль. Очень жаль, что ее нет с нами, что ее нет в Харькове, потому что вы, конечно, умничество потащили в метро. Шляпка, она протягивает. Вы бы еще потащили ее на рынок. Она потом на него жаловалась, сказала. Да. Вот там чистые показатели популярности, если появиться на рынке. На рынке. В свое время мы так делали, когда видели, что аншлага нет, пошли на рынок, и все. Аншлага не появляется. Давайте мы идем с улыбкой. За эту женщину, потому что, когда говоришь улыбка, сразу вспоминаешь, естественно, Гурченко. За ее улыбку, которая наверняка улыбает, сейчас глядя на нас, и думает, враги мы, враги, не и тут, я сейчас нахожусь в покое. Нет. За нее, за Людмилу Гурченко. Ура! Кому трубку передать? Я вчера на срок говорил, я попытаюсь кратко, в том фильме, о котором вы только что сказали, Людмилу снимал всего лишь один раз у меня, но там есть фраза, когда-то потом, обращаясь к ней говорить, слово предоставляется самой загадочной из неразгаданных женщин. Я бы добавил, что самой загадочной из неразгаданных актрисы. Вы же сделали много, слишком много. Вчера я убедился, что 80% я фильмов, я, оказывается, не видел, но от ранника до комика от актрисы до певицы, от женщины до мужчины, как ни странно. И я бы, вот вы правильно сказали, Алла Борисовна, она уникальна. Я бы хотел еще короче сказать, я предлагаю выпить за всех нас, вернее, за всех тех, кто любит Людмилу. Я надеюсь, что эти люди все стали. Я бы добавлю, что так сложилось, что последние визы, мы очень много бывали в Киеве, Ирона Балаян, Роман Балаян, близкий товарищ и друг, через день я раскрашивал, вот в наше время там. Спасибо, Ирона. Что, надо как-то кому передать? Да, так уже получилось, что ты передай группу, Сергей Михайлович, ну после Балаяна рифмуется Михаил. Еще не сделаешь. Да, это сто процентов. Да. Сейчас микрофон. Это как правило? Я цель Approf он подää. Ирона Uncle gras. Ирона Балаян. О, только больше разговар municipal. Это не курить. И вы этот клапан мне. Путо такая. А что правильно? Вы знаете, что я в искусстве циничен, меня трудно, поэтому я вижу Люсику, такую абсолютно естественную девочку, которая живет, как бабочка, пошла целую жизнь, красивая, яркая, потрясающая. И исчезла совершенно тихо, без болезней, без разных криков, средств массовой информации. После того, что я люблю. Жалко, конечно, действительно жалко, но вообще с этой жизнью никто живет, еще не вышло. Поэтому при всей нашей жалости, мы с Дарей любили ее очень, и у нас была такая дружба, не связана с искусством, мы не пели друг с другом, мы не играли ничего другого, не снимались, просто спусавались. И с одной стороны, она, конечно, в жизни играла такую игру, которая называлась «звезда». Она была звездой, как говорилось, как говорилось, «звезда». Она была звезда во всех ситуациях, она была сплачена. Но в реальной жизни, которая не связана с собой, она была абсолютно безощущей, нежной, искренней, поразительно благородным человеком. Независимо от того, какая она талантливая певица или актриса, это, конечно, очень важное для людей качество, если пойти в бедро, то, несомненно, шляпка не поможет. А я говорю о качествах, которые с моей точки зрения намного важнее, потому что миллион людей раскручены из-за придумки, которых пускать вообще в риск к себе нельзя. А Люся для меня удивительный человек с удивительным, рожденным благородством. Она очень стеснительный человек была. Она очень ровно в жизни. И правда без защиты, хотя казалось бы, как она сильной, жесткой, энергичной. Энергия у нее была в чем угодно, но только не в этом. И поэтому я, во-первых, хочу смыслить Сережку, потому что и ему повезло, и Люсе повезло, что она нашла такого парня очень потрясающего. Мы, вообще у нас много было разных интересных путешествий, мы поехали в Африку однажды, компания уже. Кстати, что Сережа Соловьев? А он в Париже снимает? Во всяком случае, был Сережа Соловьев, или мы, Юся с Сережей, был Саш Кабдулов. И мы первые, при первопроходце, поехали в, как назывался там, в Тунис. Тунис, куда еще ездили. Это было, в начале, в начале, в пустыне. И потом ездили еще куда-то, потом, не знаю. Снова даже в пустыне казино. Ну, там было очень смешно, конечно, миллионы. Мы сняли даже видео, даже как пишут, какой у нас свой фильм. И какая-то была такая жизнь, не связанная с тем, что Люся Курченко, великая певица, актриса и народная актриса, связана была с тем, что вот это одна из ред женщин, которая настолько комфортна, нормальна, в бытовом общении, в жизни, настолько деликатна, изящна вообще. В нее влюбились обо мои сына. У них с младшим был Роман. А со старшим? Со старшим? А, младшим, на сколько? Значит, мы три. Роман, сейчас начался роман, вот, в прошлом году. А со старшим был как-то роман. Они свежие жили у нас в Нос-Анджелесе какое-то время. И мы там смешно разговались, купались в бассейнах. Роман продолжился буквально вот до последних дней. И у нас есть такие смешные фотографии. Ну, вот я рассказываю вам домашние истории. Ничего не стоит, кроме того, что я хочу сказать, что он такой человек, и человек, как-то еще не забудет. Мы сегодня пошли с Галиной Владимировичем положить цветы. Она действительно с начала тепло, свет и любовь. Вот сам, как они говорили, не были славные слова эти банальные, но, тем не менее, ее правду, что именно это, и в жизни, и все же искусственные вещи. Спасибо. Вы знаете, поскольку это день рождения, выпиваем, спонтисменты, потому что, конечно, любила Ванку, да. Мы просто рады, что вот такое сегодня происходит, это сэшен, такие близкие друзей и так далее. И поскольку у нас есть определенный ритм, все выпиваем, закусываем, это обязательно. И я бы хотел передать, как сейчас уже говорят, руку, микрофон, неважно, замечательному, благодаряющемуся режиссеру, сценаристу, писателю, ну, кто же, вы знаете, не нельзя сказать, культуру деку, Руставу и Брагибеку. Спасибо. Это естественно, что после представительного армянского бюэда должен выступить за этот парк. Браво! Так и должно быть. Вы знаете, люди, занимающиеся сочинением текстов, склонны к заимствованию, я всегда боролся в себе с этим. Но сегодня не удержусь и перескажу слова нового великого человека. Есть такой Панино Буэрро, вы его все знаете, дикий калярец, и сценарист, и поэрки, и жирописец. И вот он рассказал, что он был у вас в строянии за три дня до смешки в строянии. И в строянии ему сказал, «Знаешь, Панино, так не хочется убивать. Жизни мне дало так много». Я слушал, и потом, «Тебе понравилось это?» А потом он задумался и сказал, «Ну, я ей тоже дал мне мало», сказал постоянно. Я восхитился этим словам, потому что они выразили суть всех талантливых людей, которые не отчиняются просто течению жизни, а строят свои отношения к жизни как с разным партнером. Не просто вот спарик партнера, который тут отражает удар. Который получает мяч от жизни и посылает ее куда-то в дальний угол площадки, заставляя ее бежать за этим мячом. С трудом отразить, но он посылает в другой угол. Они, я имею в виду, людей, подлинно-класса. Вот Людмила Гурченко надежит к этой категории людей, которая жизнью вела себя на равных, не подчиняющей, а строят, не с ней, замечательный дуэт своей жизни. Я хочу, чтобы мы еще раз выпили за ее здоровье и еще раз выпили за Сергея, который помогал ее. Пусть там. Спасибо. 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 Что, конечно, мама видела редко и ее всегда хотела за чем-то спрашивать и делиться. А за кадром, с партнером, с такой Эдмилой Марквиной, можно было. Мне повезло, что не всех мама, как ее применить. Мне была возможность с ней шептаться. Любила-любила тебя? Я ее очень да, любила. И мы потом уже встречались за кулисами на каких-то концертах, мероприятиях. И всегда успевают, думаю, что-то сказать, какие-то слова. Безумно мне всегда было приятно, что она мне хвалила, что ей нравится то, что я делаю. То, что кто-то мог рисковать. Она все равно видела, что у меня какой-то свой подход ко всему есть. Вот, потом еще такая смешная история, я уже не раз рассказывала. У меня с детства был большой комплекс по поводу своей внешности. Вот, и любили себе немножко обсудить мой профиль. На что она сказала, что ты лучишься. Да ты этим носом все себе пробил. И меня так отпустило. Мне так сразу стало хорошо и спокойно. И на все стало аплодисменты и плевать. Спасибо и за все. Ну ладно, спасибо, Людмила Марковна. Может, я и говорила, что надо делать с тобой. Ну вот, я в Украине приехал, наш любимый Роман, был я. Но из Киева приехал еще один. Любимый человечек, тоже режиссер. Ее зовут Катя Царик. Молодая, красивая женщина. И так случилось, что последнюю свою работу, даже трудно представить и страшно сказать, Люся сделала в январе этого года именно с этой очаровательной, красивой, очень умной, талантливой женщиной. Катя Царик. Много назад мы впервые приехали с продюсером нашего проекта. Приехали к Людмиле Марковне, чтобы с ней познакомиться и рассказать ей, собственно, более детально о идее нашего фильма. Еще не знали, согласиться, пойдет ли он в него или нет. Я очень переживала. Я сейчас волнуюсь, а тогда я просто думала, что у меня сердце влетит. И я просто не знала, смогу ли я, что, выгляжу как тинейджер. Вот, собственно, я очень переживала, что она, как она отнесется. Скажите, прошу прощения, сейчас на экранах как раз кадры были из твоей картины. Да, нет, нет, нет. Простите. И когда мы пришли, нас встретил Сергей Михайловича, и я, когда мы вот зашли в дом, Людмиле Марковне, я стояла и все ждала, вот откуда она появится, как она появится. И вот она появилась так тихо, и где-то не там в лучах света, как я себе нафантазировала, а она плавно, как кошечка, вышла из-за какого-то поворота и очень тихо сказала, «Дом-дом-дом-дом-дом-дом». И сразу сняла вот это напряжение, сразу. Мы провели три потрясающих часа, мы говорили о фильме, об идеях, о мыслях, о песнях. Она предлагала свои варианты песен для нашего фильма, и большинство вариантов, которые она предложила, вошло в фильм. Я очень этому рада. И мы даже, если честно, наверное, Сергей Михайлович о том не знает, мы опоздали на самолет. Мы так заговорились, и полночи еще гуляли по ночной Москве, но были безумно счастливы, потому что за эти три часа она нас наполнила своей любовью, потому что потом, я не знала согласиться она или нет, но я была уже счастлива и рада, что в моей жизни были вот те три часа, когда я могла видеть, слышать, слушать и просто наслаждаться этой легендой. И я хочу рассказать маленький такой эпизод. Уже во время наших съемок, где-то ближе к концу наших съемок, мы снимали, наверное, самый сложный для Людмилы Марковны эпизод. Это эпизод «Хорошее настроение», где Людмиле Марковне вновь нужно было облачиться в тот образ из фильма «Черное платье». И для нас это любимый фильм «Новогодний», а для нее этот образ, опять быть в нем, и понимая, что в фильме она будет пересекаться монтажно с Леночкой Крыловой, было довольно сложно. И вот, когда я пришла в грименку, мы уже должны были идти на съемку, и Людмила Марковна очень нас переживала, говорит, я не могу, я не могу, этого человека нет, понимаешь, нет этого человека, его убили, его просто уничтожили. И она настолько переживала, что у меня даже слезы выступили. И я увидела в этой сильной женщине, в этой легенде, вот ту хрупкую девочку, которая когда-то приехала в Москву. И я увидела, что насколько она себя просто сделала такой сильной, такой вот она стала легендой. Но внутри нее вот живет вот этот раненый, очень сильно раненый, молодой человечек. И я не знала, что искать, я не могла подобрать никаких слов. Я что-то попыталась сказать, что, мол, Людмила Марковна, вы все равно очень хорошо выглядите, это будет, вы не переживайте, это не будет прям такое сравнение в лоб. Она вот выдохнула, посмотрела на меня, так сказала, царечек, ты очень мистерный человек, тебе вот это не идет. Я говорю, ну я пошла, она говорит, сейчас не работаю, я сейчас приеду. Вот хочу сказать, что я, меньше всего мне повезло, конечно, быть рядом с ней, но моя жизнь точно разделилась на два этапа, до встречи с Людмилой Марковной и после нее. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 Она ненавидела эту историю, а любила эту наслуку. Ну, вы знаете, я должен вам сказать, что удивительная ситуация, да? Мы сейчас слушаем Аллычу Флосу. Это редкий случай, когда две супер талантливые личности, певицы, друг друга уважают, друг друга общаются. Такие вещи, когда они говорят, я знаю, что Люси говорил о тебе. И сейчас ты говоришь, что ты знаешь, вообще-то не чайший случай. А где зависть? Чайший случай, когда за глазами говорят хорошо. Понимаешь, с глазами мы друг другу и не говорили. А вот в частности, действительно, когда нет человека за глазами, понимаешь, шить ли он, когда-нибудь едет. Обычно отворачиваешься, и ты такой же, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь. Это, понимаешь, нельзя сказать ничего, что он плохой. Не знаю, я ничего такого не знал. Хочу сказать, что нужно иметь настолько большой талант, настолько полноценную иметь личность и у той, и у другой женщины. Что вот они, ой, я тебя люблю, ты знаешь, слишком много лет, поэтому ты чё, я тебя нянчил, ты же понимаешь, ты чё не знал. Просто это редчайший случай. Я не знаю, в мире был ли такой случай, такого уровня таланты, женского пола, с таким уважением друг друга общаются. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Thank you so much. Спасибо. Thank you. The David Clayton Thomas. Thank you very much. The David Clayton Thomas. Лучшего подарка, чем то, что мы сегодня услышали, в конце концов, Дариса Байдова. Дариса обожала эту музыку, узнала все эти аренды ровки, тогда когда они просто появились, потому что она была совершенно замечательной музыкой. И сегодня ее муж, как мне кажется, сделал совершенно изумительных подарков своей любимой жизни. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это было почти что 12 лет назад, когда Людмила Марковна вывела меня на телевидении, на сцену, у меня был с ней смешной шуточный номер. И я помню, что потом наши эти отношения вывелись в совместное творчество, потому что я еще с Людмилой Марковной мудрился спеть дуэт по самому мужу в своих концертах. И вообще поистине мы очень часто где-то могли пересекались, где-то общались. Девушки-подружки, это одна из ее любимых итальянских песен. И она мне говорит каждый раз, когда ты выходишь на сцену, она говорит, это самое большое счастье, которое может человеку дать всевышней реализации творчества. Я ей когда помню жалову, что у меня не складывается фок, не складывается это, это не получается. Она говорит, когда выходишь на сцену, там взываешь о всех проблемах, остается все позади. Именно на сцене ты можешь жить, любить, творить, влюбляться, бросать, плакать, смеяться. Это и есть жизнь, если ты любишь сцену, так как и призван любить, призван как любить как артист. Поэтому я хочу сказать, что может быть благодаря вот таким встречам с такими легендарными людьми и формируется молодой артист. И в моей жизни действительно какие-то моменты, какие-то советы, какие-то, может быть, взгляды, какое-то поведение, какое-то тесное общение меня формирует как личность. Я очень благодарен, что и очень хочу, чтобы таких моментов было побольше. И до меня до сих пор нет ощущения, что ее нет. Это невозможно передать. У меня такое ощущение, что она есть. Она есть. И самое главное, что иногда... Вот я ехал в машине на эту свечу, у меня все время перед глазами ее волос, ее улыбка, ее манера держаться. И я считаю, что она одна из действительно див. Она была реальная дива. В манере поведения, в манере одеваться, в манере недоступности, в манере... А в приз выдающихся у нас огромное количество. Но в ней было то, что не подвластно было и останется другим. Вот какую я любил, люблю и буду любить, любил Маркин больше. Спасибо. Спасибо. Рекламент. Михаил Кириллович, у кого рекламы? Мы когда видим, у нас сразу рекламы. Класс. Спасибо. Нет, у нас сейчас никакого рекламы нет. Просто Сережа Сергей Михайлович, конечно, курит и нервничает, потому что это настоящий праздник. И сегодня день рождения. И мы наливаем и выпиваем. И замечательно сказал Коля, это говорка по проекту, «Жизнь не уходит из жизни». Потому что все, что происходит сегодня, я думаю, что вот этот сейшин, это вы все любили Маркун, я думаю, если понравилось. И я, конечно, кидаю трубку, как сегодня уже говорили, трубку, микрофон, не важно, было много всяких эфемизмов. Максим Гаврин. Спасибо большое. Вы знаете, я как-то всегда нахожу слова, но вот сегодня мне очень сложно говорить. Я честно вам скажу, я не знаю, что сказать. Потому что, конечно, есть слова, которые мы все говорим на вечерах, которые посвящены уходу людей, которых мы очень любили, талантливых, людей гениальных. Это примерно всегда одни и те же слова. Но вот, вы знаете, в случае с Людмилой Марковной, она действительно настолько любила жизнь и настолько была сама жизнь, что у нас упоминальные мразники, ну, просто несовместимы с ней. И не подходит ей, правда. Если бы она могла срежиссировать сегодняшний вечер, она, наверное, запретила бы наши речи, в которых мы говорили, какая она гениальная и талантливая, несмотря на то, что это правда. И запретила бы даже не потому, что ей было бы неудобно это слышать. Я думаю, потому что в ее сознании это не ассоциировалось бы с тем образом, который она всегда несла, тем праздником, который она нам дарила. Вы знаете, вот у меня так получилось, наверное, очень для меня было это сложно. В тот день, когда ее не стало, я давал концерт в Краснодаре. И в программе, которую я показывал, не было пародии на Людмилу Марковну. И вдруг, в какой-то момент на сцене я решил, ну, как это бывает сейчас репрозиционно, вспомнить ее, изобразить, как сказать хорошие слова, как я всегда говорил. Потому что пародия бывает разная, в объекте. Когда я ее изображал, я всегда ею восхищался. Я делал эту пародию, и мне одна из поклонниц несет цветы и говорит, ну, я не слышал зал, но, к сожалению, услышал это, и я сегодня не стал Людмилой Марковной. Для меня это был страшный шок, мне надо было еще полтора часа объяснить публику. А мысли-то не отказывали меня от тела с голове, и я думал, боже мой, вдруг еще кто-то из зрителей это узнал, как было бестактно в данный момент мое пародие. То есть, и я продолжал не верить, только уже после концерта я узнал, что, к сожалению, это правда. И вы знаете, я хочу сказать, что вот мне так кажется, сегодняшний вечер, это вечер, как это принято у многих народов, может быть, у нашего не очень принято, вечер радости от того, что была в нашей жизни Людмила Марковна, от того, что она дарила нам радость, мы дарили эту радость, ей отдавали кто как мог. И я считаю, что это все-таки сегодняшний день, не спроста мы все-таки отмечаем день рождения, не день смерти, это все-таки полноценный день рождения. Поэтому, да здравствует Людмила Марковна, да здравствует, что она была в нашей жизни, и благодаря памяти ее тысяч, миллионов поклонников, всегда будет у нас великая Людмила Марковна. Давайте бить за это. Спасибо. Людмила Марковна. И мы тебя никогда не принадимем. И я на самом деле не знаю, что говорить, потому что так много прекрасного было в моей жизни благодаря Люси, и столько счастливых моментов, которые пытаюсь выручивать в работе, в дружбе. И так много всего человеческого и настоящего я получил от этой дружбы. Это невероятный, бесценный дар. Я никогда не забуду и бесконечно это ценю. Выпить я хочу за Сережу, за человека, которого я при тобой лучший друг, я его бесконечно люблю. Человек, который с невероятным трепетом оберегает память о Люсе, и всю жизнь ее оберегал от всего. Я знаю гораздо больше, чем, наверное, многие здесь. Это настоящий человек и настоящий друг. Это так важно, когда в семейных отношениях партнеры друзья. И я счастлив, что в моей жизни были, есть такие люди удивительные, как Люся и Сережа. Знаете, как Люся говорила у меня, она сказала, что я, ну как бы она плала у меня достаточно давно, но обратила внимание в тот момент, когда я забыл. Она сказала, вот в этот момент я обратила на тебя внимание, у меня открылись глаза. Я... это было на день рождения Уэльфа. И она... после этого она... она постоянно мне говорила, тебе надо петь, тебе мне грубуюсь. Ну как ты, дорогой, у меня это кредитство. Нет, тебе надо петь, ты должен петь. Ты должен петь. Мы записали несколько вещей, ну, пожалуйста. Спеть я хочу песни, которые очень любил Люся. И я всякий раз, когда возникало возможности где-то, чтобы спеть, думаю, ну, ну, все, 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 все. Субтитры создавал DimaTorzok И субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Спасибо. 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 Спасибо.